так мы что всем привет с вами руслана связи сегодня я покажу вам обзор на отель king тут и сфинкс это два отеля сразу как говорится спаянные вместе вот за вход одного отеля да вы видите да я покажу расскажу все минусы плюсы сразу скажу что они соответствуют своих звезд то есть заявленных да то есть просто покажу полностью да ну расположение то есть вот видите расположение это хургада да это египет в принципе от центра недалеко да это единственный плюс да ну и дальше по порядку все расскажу то есть потому что ну как бы но вот он до отельчик вот он видите king king hotel king тут аквапарк resort короче вот king тут видите да такая большая вывеска красивая все классно то есть два отеля спаянных я вам покажу все все увидите сами то есть покажу просто территорию да расскажу все как она есть в конце видео либо в середине где там будет неудобно я расскажу что по ценам вообще да что вы понимали да отдых конечно отдых конечно недорогой но ребята как говорится на эти картинка картинка да и вывеска в интернете смотрится намного лучше чем чем ожидание то есть реальность ожидания немножко отличаются ребята все пойду показывать вам территорию потом отдельно покажу конечно вам еду да то есть ну покажу что там подают нам кушать то есть я расскажу вообще про отношения про сервис то есть в общем про все здесь находится лобби потом его покажу я же как и снаружи видите пока миссию я снимаю все это утром чтобы людей не тревожить как бы покажу обзор да на всю территорию чтобы видели вот так же столики ставят здесь то есть видите вверх лестнице это можно попасть поднялся на тянут поднимусь покажу вам вид отсюда так врата же видите все подуставшие очень подуставшие на фотографиях одно вот такие вот и 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 чтобы смотреть мой видосик вот там написано, видишь феникс ресторан указатели, да, все хорошо это магазинчики тут вы можете купить, да, тут можете ножки помыть а там вот, пожалуйста, видите, все на русском даже языке, то есть все понимают русский язык, конечно, ну криво косо, кто-то вообще отлично понимает тут такой мини непонятно свиренистый, почему собаки в клетке мне непонятно, почему собака не заснули в клетку тут такая мини площадка какая-то тоже немножко уставшая тут вы можете купить сигареты пиво, сувениры чипсы, ну то есть все по мелочи без проблем, то есть видите, да вот такая вот территория, мы спускаемся а потом мы пойдем другим путем в обход и выйдем уже с той арки, то есть выйдем с сфинкса поняли, да как-то так фонтанчик вот этот не работает вот тут включают фонтанчик дальше, там какая-то вот обезьяна, макака а да, единственная в будке тоже бедная, несчастная здесь горилла вот там можно пограть в футбол то есть видите зона такая футбольная то есть есть ворота здесь какая-то вот какие-то сердца из цветов тоже непонятная тоже какая-то зелень кактусы туда-сюда вот это вот второй ресторан то есть он по заявкам ресторан то есть ты заказываешь но тут одно меню то есть тут на гриле все делают все такое вкусное подача там я фотографии приложу то есть подача все вкусно там жарит все парит то есть все красиво вот здесь вот хорошо вообще делает здесь нравится но тут пока все закрыто потому что утро я потом покажу видео вечером когда буду снимать то есть да так дальше вот тут все там можно пограть волейбол туда-сюда пляжный вот там тоже бар но там платный полностью бар идем дальше сейчас спустимся здесь короче вечером происходят мероприятия разные для детей для взрослых тут такие файер шоу вот такие чисто я называю такое стептиз для бедных ни о чем в принципе люди уже купаются ранее ктаски уже выходят занимают места вот это вот пляж вот такой вот пляж такие лежачки тоже немножко уже подуставшие от жизни ну там вот можно заказывать разные экскурсии но я вам это не советовал потому что средорого так что сразу говорю сюда поедете то только сами только по интернету можно найти реально дешевый вариант экскурсию которая стоила 100 мы ее купили за 60 просто найдите в интернете введите название тоже самое экскурсии и все это корабль на него можно заходить фоткаться он тоже немножко подустал конечно обратно вот этот бар сухла тут ничего нет то есть вот этому браслетику который у вас вы ничего не возьмете это как бы коммерческий такой бар сам по себе здесь вот видите вот вы можете с того ресторана спуститься сюда видите там вот грили ну прикольно там готовят нормально обратно же меню там не меняется то есть там 4 всего лишь блюда 4 блюда на выбор все там рыба курица и два вида мяса в смысле все то есть вы не можете больше ничего выбрать ну питье напитки там тоже бесплатно то есть то есть вот такое типа подача там все красиво да но только 4 блюда то есть вы их попробовали потом уже сами решаете то есть идти в обычный ресторан в смысле либо здесь мы сюда два раза сходили уже все то есть больше нет но вы не можете есть то же самое понимаете да то есть вот видите да немножко все подуставшее то есть можно было просто немножко хотя бы прибраться вот это вот убрать но так я понял что это отдельно то есть это наверное с баром связан этот бар видите он как присоединен мне кажется что тут вот этой конторы и она походу не хочет или убирать не знаю смотрите ну просто ну мне вот это вообще неприятно то есть мы все зашли пофоткаться да вид такой хороший прикольный глянь какой вид но ну видите да то есть на полу просто ну просто ну подзамести немножко ну видно не судьба не судьба видите люди уже некоторые уже приходят вот сейчас где-то 6.40 утра то есть я утром решил снять чтоб людей не напрягать потом быстро кусочками уже там поснять уже когда все открыто то есть смотрите вот видите тоже тут видок сразу стройки какие-то видите тоже не слишком приятно то есть на фотографиях в интернете таком о таком не говорилось такое не показывалось то есть обратно же вы поняли да я буду показывать рассказывать все как есть в конце видео я сделаю подводку да уже сам себя сниму и расскажу вообще свои эмоции как они есть по-настоящему и оценю да по-настоящему оценку дам этому отелю ну как оно должно быть не то что пишут в интернете все давайте я спускаюсь с этого корабля и идем дальше вон туда к тому пляжу два пляжа вот один и за ним следующий вот этот пляж он мелкий он для деток хороший видите тетя стоит вообще то есть там по колено а тут на берегу еще мельче реально для маленьких детей здесь хорошо единственный конечно сейчас скажу плюс это море чистейшее и очень теплющее просто теплое я не знаю такого теплого моря конечно я еще не встречал все идем дальше так вот сейчас мы выйдем вот идем да по вот этому первому пляжу тут конечно камни очень жестокие очень жестокие камни дальше пляж да а дальше идут камни то есть там нужно аккуратно лучше нужно покупать аквашузы чтобы повредиться потому что приехал мы приехали сюда с подругой и у нее дочка в первый день поранила ногу и пришлось три шва налаживать но обратно что это все индивидуально да как у кого карта ляжет как у него фортанет короче вот здесь сейчас я покажу может быть видно вот видите вот может видно видите камешки куча камней очень много камней они сбиты друг с другом как не знаю в стаю да и вот уже начинаю где-то вот начинаю с этой линии вот где вторая лестница да то есть их очень много то есть нужно очень быть аккуратным зоны без камней просто так вашу закупить и все эта проблема будет решена я вообще в кроксах все честно купался вот в кроксах постоянно и сын у меня так что у нас проблем с этим не было сестра у подруги дочка нашла сразу за первые пять минут думать первые пять минут пребывания на море у нас произошла сразу как говорится ЧП как-то так вот мы переходим плавно ко второму пляжу видите он сразу переходит переходик вы можете с той стороны зайти и с этой где переходим плавно вот курилочки тоже такие заставшие и вот мы переходим вот здесь уже начиная вот отсюда сейчас сразу можно сказать сразу по шею и потом два-три метра пляжик сразу 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 вы уходите скажи как вы уходите туда с подвода то есть море очень теплое красивое классное вообще огонь так что ну что сказать вот там пирс есть можно прыгать с него отлично сам за метра три я не знаю сразу прыгнул вот гамак есть и вот на второй видите пляжик здесь типа смотровая площадка давайте зайду покажу так вот такая тоже оставшая идет немножко забирается в полы как-то знаете строчки все дела то есть видите ну такая зона хорошая но она не так не обделана никак не обустроена вот второй пляж то есть это получается пляж как бы от сфинкса вот видите это это уже сфинкс отель то есть кингтон они связаны все связаны с водоем то есть я так понимаю это просто когда-то были разные владелец выкупил этот кто-то из них выкупил второй отель и теперь они не владелись так что такие дела вот торопляж есть гамачок тут мы прошли есть такая качелька вот она внизу видите качелька тоже обычная печальненькая сейчас сверхъестественном ну и тут тоже можно прийти сфоткаться так красиво стать то есть все больше 10 площадки типа смотровое не знаю тут можно было дискотеку строить но ничего тут нет никаких больше движения давайте подойдем на персик и сниму вам море там и потом пойдем дальше то есть уже третья сторона про него расскажу и пойду показать бассейны там дальше два бассейна больших все море давайте спустимся прям поближе вот видите какая чистота максимально на первом пляже видите как красиво то есть к морю чистоте чистоте темно теплоте вообще никаких претензий нету вообще опа скользко чуть пока что я не уехал в море только что еще не уехал в море вот видите лесенка то есть можно спускаться я обычно прыгаю только сразу метра три все ушел все дальше уже там уже другой отель уже непонятно что там в принципе вот так вот раз видите там уже секретаре другого отеля все тут какая-то яхта дайвер подавить вот такие вот дела вот он пляжик второй тоже такие самые лежаки все то же самое только там еще и столики потому что там бар бар на пляже как вам сказать имею с чем сравнить здесь нету снэк бар понимать это когда между обедом ужином неважно есть есть бар где подают какие-то закуски понимать то есть подают закуски смысле нас нас было на канаре худой пицца то есть бургеры дели детям фри то есть она постоянно вы понимаете да здесь этого нету то есть между периодом между завтраком и обедом вам придется то есть если вы хотите есть что-то суетить самому все есть только на баре это максимум какие-то типа мини булочки все обратно же они всегда стоят в принципе все вот это уже первый огромный минус я скажу потому что как это постоянно должна быть какая-то еда которая нужна можно похрустеть да то есть поесть проходили люди просто я не хочу никого смущать я снимаю все просто так вот вот он бар видите все еще закрыто все накрыто то есть насчет алкоголя он тут ужасный мурак лично мое мнение вот второй ресторан да мемфис как я понял называется пицца фри постоянно то есть какие-то запеканки то есть такое знаете будете более на фастфуд распространять более на фастфуд короче ориентировать ориентирован тут у нас сын больше этот любит как бы ресторан но больше даже ресторан в кавычках для меня это все просто какие-то я не знаю какие-то столовые на максималках вот тут икра железные шарики не знаю что это в движении но мне в принципе неинтересно вот такой бар вот ресторан все покажу вы видите я просто обошел а сейчас если мы повернем налево то там выход на первый пляж видите вот первый пляж вот ресторан оп пожалуйста фиша вам туда-сюда здесь все приятненько конечно видите цветочки все пахнет все цветет все так ярко все так неплохо пляж после песка после песка пляжа вот видите бассейн бассейн пожалуйста первый бассейн указатели сразу разных языках можно играть вот на этом поле не знаю волейбол или как это вон ворота вот такой вот бассейн огромный они конечно теплые очень вообще теплющие просто ну залез все ты с него не хочешь вылазить очень теплые просто ну бассейны нереально я в таком еще не купался шо-шо ну еще температура воды здесь конечно ну очень шикарно что в море что в бассейне такие бассейны это бассейн поглубже вот этот отель сфинкс видите вот он тоже сфинкс с двух сторон это одно отделение и это второе отделение так а вот второй бассейн с паром то есть прям можно туда бармен прям наливать там спиртные напитки бурголу фарту что хотите какие-то все соки но здесь он поменьше он здесь мне не знаю по поясу максимум вот прикольный переходик то есть ну мы здесь купаемся бар надо все сомневаться купить продажи лежат мало нужно занимать заранее не пропитал все потом и что-то не смог раздуплить так и вот мы идем дальше сфинкс мини-акуарк там триорк это зона для маленьких детей мы маленький бассейн и тут мы не были еще сюда не могу короче обратно эти все продавцы вообще ужас отдельно у меня этих ребят у них москитин я не знаю какого уровня просто они тебя просто рукой затягивают просто туда зайди купи хоть мури просто ты должен купить вообще как-то так такие вот движения сейчас мы выйдем вот в этой арке пойдем куда правильно в кинг тут пойдем туда куда я так вот здесь люди просто могут сидеть типа отдохнуть с этого отеля видите сфинкса чай, кофе, капучино и вот аквапарк видите вот видите в этот отель вот такие вот прекрасные ребята одного что откосило жизнь походу подморила не знаю вот этот аквапарк вот он такой уставший уставший такой знаете уже такой знаете уже немножко такой приклонного возраста нет сегодня работает и детская все нормально но уставший я съезжал с двух дворах сын со всех съезжал вот там вот давайте по кругу обойдем бутылочка не прибрали да ну ничего не бывает правда же бассейн теплый чистый все хорошо к бассейнам вообще к морю вообще претензий нету просто вот к солнцу есть плюс 42 как мы были на пирамидах плюс 45 у меня такого еще не было экспириенса такого вообще опыта я блять был в шоке я думал что я как сосиска на гриле просто или стейк фу это очень сложно про это тоже отдельно потом запишу видео про поездку в Гизу в Каир вот аквабар только я не видел что он работал и вот туалеты и вот там вот вход входишь наверх залазишь и выбираешь и горку и полетел светлое будущее все отель велевая башня тоже немножко ее подкосило ну и вот надпись вот же аквапарк сфинкс видите это аквапарк сфинкс у них все короче связано что-то от того что-то тот дал что-то тот в комплексе получилось вот такое вот у нас заведение комплексный такой вот центр отеля вот видите сколько я хожу он оттуда я пришел вот мы сейчас повернем направо то есть вот тут аптека есть на территории тут и спа салон вот тут пожалуйста только все платно там как сюда вам будут впаривать одну цену договориться второй сюда обратно фигурки на выбитой вегипетском стиле прикольные и вот мы выходим видите вот где мы вот я начал эта машинка и вот видите салинсы эти большими буквами видите оп правда все так сделано оп получается мы оттуда начали вот спереди да такие вот фигурки пальмочки обязательно конечно вот и все мы сделали круг почета получается начали и вот с этого ресторана да мы вернулись вот сейчас еще конечно покажу потому что показал еще не все вот внизу видите там есть спортбар там можно проиграть в бильярд настольный теннис посмотреть футбол там всегда включают футбол то есть там есть мини-бар то есть может быть там для себя пиво и так далее то есть вот видите оно все закрыто сейчас потому что украдка сейчас около 7 утра видите вот такое вот тут что-то тоже настольное есть видите а вот здесь дискотека здесь вечером мы раз там были дискотека то есть там такое помещение диванчики диджеи все дела электрокартик видите да он доставляет когда люди заселяются то есть они как возят еще немного багажа все они хотят пожалуйста вот свинкс вот 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 как-то так все сейчас мы заходим в лобби я сажусь в лифт и где-то снимаю все как-то все это вот здесь здесь резко все это пропущем состояние да как это все должно как-то так открываемся и залетаем вот здесь там рецепшен здесь барчик работает и все туалетик ну тут все так хорошо включает кондиционер сейчас кондиционер не включен кстати обычно когда кондиционер включается тут прям прохладно хорошо вот лифтик так и летим на второй этаж на второй этаж мы летим вот я красивый загорелый вот так я вам вкратце показал обзор отеля полностью ты выполнил его территорию полностью покажу свой этаж все они одинаковые это у меня отель еще раз повторяю кингтут то есть свинксея не был но они все идентичны как я понимаю так что ничего нового там не увидите зеркало встречает вот наш номер 220 видеть и вот все оно везде одинаково везде там египетские мотивы туда-сюда то есть вот все идентично дальше этого не смысла показывать номера немножко отличается размером там буквально пару квадратных метров можно сказать так ну и обратно что количество людей видите тут даже не было но улочки такие узкие видите вот здесь должно быть да стекло вот ну вот видите это улица откуда я снимал видите там вот я стоял стекла не протертые вот протертые вот видите я вот там вот где видите машина стоит я оттуда начал снимать свое видео вам показывать вот вот так вот шарище нереально уже я уже с меня уже течет а еще 7 утра нет я в шоке ну как то так ставьте лайк комментарий да это еще не конец видео в конце расскажу цену я уже говорил покажу все в рабочем состоянии как оно там горит как все происходит да ну первое впечатление скажу вам так оно не соответствует действительности вы понимаете заявлено было одно по посту другое как то так ну что продолжаем дальше летим в светлое будущее это 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 Продолжение следует...